Тили-тили-ти-тили-тили-тили-лили Недавно один интересный человек мне задал вопрос поисследовать, чем отличается обычная кома от медицинской. То есть речь шла о чем? Что вот бывает такое, что что-то произошло, там, ну, заболевание какое-то, человек впадает в обычную кому. И он может лежать в ней годами, там, Или там в аварию попал, в кому попал А второй вариант, например, тот, который сейчас распространен При короне, когда ИВЛ, человека искусственно вводят в кому Держат какое-то время, пока он сам дышать не может И потом искусственно выводят из комы И он мне задал вопрос Вот как вы видите, эти комы одинаковые или разные? Вот как это видишь ты? Это разные Ну вот у нас как раз два случая были рядом Ну я так, как ты, объяснить не смогу Но это разные абсолютно Причем разные Это когда человек сам уходит в ком Ну мы ловили человека за чертой То он, да Он уходит из тела сразу То он выходит из тела однозначно А когда искусственное То мы с тобой видели, что это находится Серая капсула Вот это ключевая была разница Ну вот обычная кома Это когда человек Вот у нас как раз было тоже два случая Один случай мы увидели человека Который стоял рядом с телом Потому что в теле была интоксикация И он не мог вернуться в тело И тело надо было перед этим отжать Чтобы у него появилась возможность И нарисовался новый сценарий Именно Ну Вход обратно в тело Вот И один раз мы ловили человека за чертой То есть он уже вышел И действительно говорят Есть такая фраза За чертой Человек ушел в свет Да О чем это говорит? О том, что ресурс на жизнь Смотался Все Уже дальше ресурса на жизнь нету Он переходит в другое пространство И при этом физическое тело Может еще быть какое-то время Поддерживаться Вот жизнь в нем может поддерживаться Включая и медикаментозно Включая, например, аппаратами Которые дышат за человека и так далее Но при этом его душа Она уже перешла черту И она оказалась в инкарнационной очереди Есть и такая штука Оказывается, там тоже люди ждут Воплощения То есть человек уходит в то пространство Где свет Где люди ждут воплощения Да Именно сущности Или как суть человеческая Это даже душой назвать нельзя Потому что это суть Душа – это два блика от сути световых Которые два сенсора чувствительных От световых От этой сути А уходит сама суть Это не душа Это более глубокое понятие Это то, что есть Бог Вот это частичка Бога И вот она уходит в воплощение И если она уже перешла черту Вернуться оттуда самостоятельно Она не может И тогда тело Ну пролежит какое-то время Ну я думаю Недель до четырех Судя по всему Оно может пролежать Потому что больше четырех недель Ну может быть три недели Там Ну Оно все равно Дальше все Идет инкарнационный цикл Вот Иногда больше там Медикаментозно держит Но вот если черта перейдена То все Уже в срок ограничен Если до черты Если вот эта суть Находится рядом с телом По каким-то причинам Она не может находиться в теле Чаще всего это интоксикация Вот То Ну или повреждение Каких-то внутренних органов То получается Здесь вопрос Что будет происходить дальше с сутью И есть ли у нее ресурс на жизнь Вот один случай у нас был Когда ресурс на жизнь был Большой И там легко получилось Втолкнуть в тело И все И процесс запустился Медицина Все И все хорошо А вот когда ресурса нет То есть когда человек должен был умереть То Ну вот чтобы было понятно О каком ресурсе мы говорим Вот представьте Есть мобильный телефон И есть Там Работающий процессор Там экран Там Программное обеспечение К телефону И так далее Мне даже тяжело Сравнить суть С какой из этой частью Но Вот ресурс Это батарея Если Батарея пуста То что бы вы ни делали Перепаивали Ставили новое программное обеспечение И так далее Все Мобильный телефон погаснет И ничего больше не будет Ресурса нет Батарея пуста И надо найти Как эту батарею заряжать Это на самом деле Очень сложный момент А Если еще За черту Ушел человек То все Батарею зарядить Уже практически невозможно Можно ее Подкачивать Поддерживать Очень малое время За счет чего Знаете Как батарейки Их можно постучать Подогреть Накачать Там и так далее Да И они какое-то время Еще дослуживают Вот когда человек Побыл за чертой Вот можно его Но наш опыт показывает Две с половиной недели Можно так его держать На этом ресурсе Все Потом все равно уйдет Ничего сделать невозможно То есть ты бьешься И это бесполезно Ресурс стекает Нету Нету жизненной силы Вот Если до черты То здесь Немножко легче Если есть ресурс Да Если есть ресурс Вообще хорошо Можно вернуть Есть еще понятие Медицинская кома Вот медицинская кома Она отличается От Вот этих видов кома Обычных Тем что Суть человеческая Она остается В человеческом теле Вокруг нее Медицинскими препаратами Образуется Такое серое поле Оно жесткое Силовое И оно удерживает Ее в теле Так вот Самое интересное Что если это поле На него воздействовать Например Попытаться самому Убрать Растворить И так далее То человека Выкидывать сразу В инкарнацию То есть Варианта возвращения В жизнь нету Если брать Чисто психотехниками То есть Без медицины Вернуть человека Из медицинской комы Сегодня мы можем Это говорить Вот абсолютно Осознанно Невозможно Если человек Благодаря Медицинским препаратам Там В качестве Медицинской терапии Вводится в кому То врачами Он должен доставаться По определенным протоколам То есть Это разработанные Алгоритмы Им надо следовать И это правильный подход Никакие шаманизмы Ни еще чего-то Здесь не помогут И здесь Очень такой момент Тоже Который играет Не в пользу человека Это время Чем дольше Человек Пребывает В медицинской коме Тем меньше шанс Что он останется Живой Почему? Потому что Атрофируется Печень Почки Разучиваются Работать Мозг Разучивается Подавать Сигналы На дыхание Легкие Разучиваются Дышать То есть Рвутся Нейронные связи Они рвутся Тоже Из-за воздействия Скорее всего Медицинских препаратов Возможно Из-за того Что идет Какое-то Кислородное Голодание То есть Идут какие-то Химические процессы И наверное С этим лучше Разберутся Врачи И это правильно Будет Потому что Мы не врачи Мы не знаем Мы просто Эти вещи Наблюдали Смотрели И мы видели Что Вот Когда мы имеем Дело с Медицинской комой Это сложно Здесь Именно Профессионализм Врача Его грамотность Правильные Дозировки Лекарств И так далее И тогда Может появиться Шанс на жизнь То есть Те кто вводил В кому Должны сразу Осознавать Что им надо Будет выводить Ну в принципе Так в обществе И есть А те комы Это совсем Разные комы Это совсем Разные комы И Если брать По сложности То наверное Кома Когда человек Просто вылетел Из тела И находится Еще никуда Не ушел Находится Рядом с телом И Вот Из этой комы Можно человека Возвращать Вот наверное Это единственный Вид комы Когда можно Помочь Инфодайингам Потому что Те два варианта Когда Уже тяжело Есть еще Вит комы Когда Вообще Никогда Человек Сам Не дышал Не То есть Он Ну это дети Да Родились с НС Не включилось Тоже вит комы Но Такой вит комы Есть Но там Возвращать Некого Ну вот Просто контейнер Тело Контейнер Никого Нету Дома И не было Не было Да То есть Это конкретно Кармическая история Родителей И нету Того Кто бы Ее отыгрывал Да Суть Человеческой Нету Каждый Случай Уникален И каждый Да я думаю Комы будут Даже вот Это то что мы видели Мы на самом деле Очень мало чего видели Если бы Там задаться целью Там Провести научные эксперименты Там Взять Сто вариантов И сто вариантов Прогнать То Ну это были бы Интересные наработки Причем они были бы Такими наработками Интересными Аховыми А если их еще Соединить Вот с этим Пяти тысячелетним Пластом В психике И с тем Что знали Египтяне То Вообще Можно Интересные штуки Было бы Поделать Но пока У нас Такой возможности Не было Я думаю Что будет Дорогу Осилит Идущий А не Ползущий Критикующий Лежащий Огнобящий И так далее А тот Кто идет В интересе И счастья Тот познает Имеет право А тебе с комами Не страшно Было работать Страшно? Нет Не страшно Точно не страшно Я вообще Забыла Что такое Страх Когда ты Меня куда-то Отправляешь Я забыла Что это такое Мне интересно Вот потом Уже может Когда ты Не в погрузке А уже В адеквате Находишься Да Вот тогда Уже ум Начинает Может Подбросить Страх Какого-то А там Уходишь Интересно Даже вообще Без всяких А ты что помнишь Когда возвращаешься? Ты знаешь Что я хочу Вот я тебя слушаю Даже вот ты сейчас Говоришь И я понимаю Что вот сейчас Для меня Тогда я это Доставала информацию Да А сейчас ты Для меня Достаешь информацию И я просто Я просто Вспоминаю Что да Это было Когда идешь Я много чего не помню Потому что Там Когда находишься Достаешь оттуда Информацию Она идет Ты ее не анализируешь Ты ее вообще Не анализируешь Ты Если начать Анализировать Все Все Это уже можно Выходить И не грузиться Больше А идешь Идешь Говоришь Поначалу Вот вспомнил Поначалу Когда я начала Грузиться Да Райд Вот так Я Много чего Не могла Говорить Да Я говорила Что ну Или даже Потом говорила Вот я Вот этого Не сказала Тебе А это было А почему Не спрашивается Почему Не говорила Потому что Сама себе Не доверяла А это тоже Постепенно Нарабатывается Вот сейчас Мы уже С тобой Привыкли Ты там Грузишься Или я Мы говорим А глюк Ну вот Такой-то Глюк Но мы уже Понимаем Что это не глюк Мы просто Свободно Говорим Это Но при этом Если человек Б нас со стороны Послушал Глюк Глюк У него Да То есть Для нас Тебе Девчонки С головой Не нужны Те вещи Которые Для нас С тобой Абсолютно Нормальные Для человека Это Абсолютно Или нормальные Были бы Да Мы как живем Вот в разных Действительно Альфа-Центавра И вот у меня Есть опять Такие Вот Это то Что во время Сегодня И на камеру Потом поделюсь